Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели портала Ведомедия! В сегодняшний наш эфир мы хотим посвятить очень важной теме, которая на протяжении всего этого года у нас в центре внимания посвящена теме сорокалетия приезда Шилы Прабхупады в Москву и нашей деятельности в связи с этим. Сегодня у нас в передаче принимает участие меня, вы знаете, Радхадамадардас, региональный секретарь по Москве, и также президент храма на Динамо, или храма Всеседаяна Тайши Чисуты, Мукунда Мурари Прабху. Харик Кришна, дорогие зрители, дорогие Вашнавы, гости портала Ведомедия, очень важное событие, то, что мы хотим в этом году отмечать, и на протяжении года мы много очень усилий прикладываем к тому, чтобы Вашнавы в России в целом, в Москве конкретно, могли больше сосредоточиться на понимании важности вот этого события. То, что сорок лет назад, таким же летним июньским днем, как сегодня, Шилы Прабхупада приехал в Москву и провел здесь пять дней, с 20 по 25 июня 1971 года. И для многих жителей Москвы того времени это событие осталось незамеченным. В газетах об этом не писали, каких-то сообщений не было, но сам факт вот этого визита и последующего развития событий показал очень большую важность для СССР, России, Москвы приезда Шилы Прабхупады. И сейчас, по прошествии сорока лет, мы хотели бы подвести определенные итоги вот этого, скажем, последствий приезда Шилы Прабхупады, его проповеди здесь, появление первых учеников, расширение проповеди. Потом был трудный этап истории развития движения Сознания Кришны в России, а именно этап, связанный с репрессивной политикой государства атистического в то время. Это примерно с 1980 по 1987 год активные были репрессивные меры применялись, трудный этап развития. Затем был этап реабилитации. Государство приняло законы, которые реабилитировали пострадавших в результате этих репрессий, в частности, вайшнавов. Затем начался этап такого легального распространения Сознания Кришны в России. Это с 1988 года и по настоящее время, мы надеемся, это будет и в будущем, потому что движение растет, расширяется и фактически постепенно притворяется в жизнь то, что хотел Шилы Прабхупада. В 1965 году Шилы Прабхупада приехал в Америку. Он приехал не ради праздного любопытства, а по благословению своего духовного учителя Шилы Бхакти Сиданта Сарасвати, который хотел, чтобы эта, по сути дела, концентрированная мудрость человечества, запечатленная в ведах, в ведической литературе и фактически воплощенная в этом движении Сознания Кришны, она стала бы доступна всем людям на всех континентах. Это была мечта Ачарьев. И как бы их такой акт благотворительной работы для всего человечества. То есть еще отец Бхакти Сиданта Сарасвати, Шилы Бхакти Сиданта Кур, уже начал этот процесс. Он написал много книг и перевел некоторые из них на английский язык и послал в библиотеки университетов на Западе, в Канаде, в Америке. Затем Бхакти Сиданта Сарасвати очень мощно развил это движение и придал ему структуру. И очень много создал центров по всей Индии, по всей территории Индии. И его ученик, Шила Прабхупада, выполняя наказ, наставление Духовного Учителя, приехал на Западе. Это очень, как я уже говорил, это мечта Ачарьев сделать это знание доступным в эту эпоху, в которой мы живем, век Кали, сделать доступным для всех людей, независимо от национальности, религии, социального положения и так далее. То есть это иногда возникает некое такое усеченное, что ли, или ограниченное понимание, что такое движение сознания Кришны. Иногда люди нам так говорят на улицах, они говорят, ну, какую-то индийскую религию тут, представляете, у нас тут православие, у нас тут то, то. Это все, в общем-то, не соответствует реальности. Дело в том, что само движение сознания Кришны, его философия, его видение, оно чрезвычайно широко, оно предназначено для всех людей. Вообще, согласно ведам, это харма или духовные религиозные законы для всех живых существ во Вселенной. То есть оно носит универсальный, широкий, вселенский характер. То есть вот этот важный момент следует и нам понимать, потому что часто мы скатываемся на какое-то более ограниченное, узкое представление, что для интересующихся там йогой, индийской философией. Нет, это то, что может быть полезно, важно, ценно для каждого живого существа. Ну, в первую очередь, мы обращаемся к людям. Потому что Шила Прабхупада говорил так, что эти книги, которые он написал, приехав на Запад, он перевел, около 80 томов книг было выпущено. И эта библиотека представляет собой культурный вклад в развитие всего человечества. И эти книги могут читать люди, они не ограничивают, так сказать, не ограничены никак. Их могут читать последователи других религиозных традиций, направлений, религий, философии. И Шила Прабхупада вообще мечтал, чтобы эти книги были на полке у каждого культурного человека. Наряду с Библией, Кораном, Талмудом, другими, так сказать, произведениями, которые представляют откровение Бога. Веды – это самое древнее, самое полное откровение Бога, которое запечатлено было в Ведах, в Пуранах. И Шила Прабхупада донес вот суть этого послания Вед до современного человека. Это сбылась мечта, так сказать, очарьев нашей духовной преемственности, которые хотели, чтобы в этот век кали, когда люди очень много времени уделяют материалистическому развитию, их взгляды очень противоречивы, они часто ссорятся, разногласия возникают по любому поводу, их умы очень обеспокоены. И они, по сути дела, теряют духовный ориентир. И в этот век такой сумбурный и тяжелый, вот это Ведическое знание могло бы дать пользу каждому человеку. Шила Прабхупада сделал это. Он приехал в 1965 году в Америку, и через несколько лет он приехал в Россию, в 1971 году, в ее небесе. И, как я уже сказал в начале передачи, мы сегодня хотели бы обсуждать и говорить о вот этой теме. 40-летие приезда Шила Прабхупада, его значение, его важность, фестиваль, который мы хотим провести здесь, в Москве, в период с 12 по 19 июня. То есть, пожалуйста, я обращаюсь ко всем нашим слушателям, попытайтесь запланировать вот этот период с 12 по 19 июня этого года, для того, чтобы быть в Москве и принять участие в фестивале. Очень важно. Сейчас время начинается летних отпусков, каникул, люди строят планы, разъехаться, куда-то убыть. Но важно было бы вот в этот период, мы вас всех приглашаем, быть здесь, в Москве, в частности, на территории храма по адресу Ленинградский проспект Владения 39, около метро «Динамо». В течение этих семи дней это будет с воскресенья, 12 июня, по воскресенью, 19 июня. Более конкретно о программе фестиваля и о таких-то важных событиях расскажет Мугунда Мурарь. Я сейчас хочу еще сказать несколько слов о том, в чем ценность, важность для нас этого события. То, что Шила Прабхупада приехал летом 1971 года в Москву, и то, что мы сейчас находимся здесь, строим храм, у нас около 100 организаций общества сознания Кришны в России, и около 160 организаций в целом в странах бывшего СССР, нынешнего СССР. Это заслуга Шила Прабхупада. То есть, все началось с небольшой группы преданных, одного человека, и потом проповеди в то трудное время, начиная с 1971 года. И мы хотели бы на этот фестиваль пригласить вот этих самых первых преданных, в том числе, это одна из целей фестиваля, познакомить, вернуться к истокам, осмыслить это событие и познакомить нынешних людей в России, нынешнее поколение, с теми, кто начинал это движение, с теми, кто приезжал вместе с Шила Прабхупадой, с теми, кого он инициировал здесь и дал толчок развитию этого движения. Как я уже сказал, движение сознания Кришны, это широкое движение, широкое культурное движение для возрождения духовности человечества на основе ВИД. Это широкое представление, и в нем могут принимать участие люди, оно не противоречит никаким религиозным каким-то воззрениям, в принципе, которые имеют место в России. Это важный момент, зачастую у нас возникают какие-то трения или какие-то неправильные представления, мы как-то узко это представляем и начинаем говорить о каких-то вот, вот одна религия, другая религия. В каком-то смысле движение сознания Кришны, это не только религия, это культура, знания, философия, образ жизни, наука о духовной жизни. В этом смысле оно для очень многих людей может пользу принести, и в том числе для всех религиозных людей, потому что оно дает широкое представление о сути религии. Когда только началось движение в России, появились первые книги, и они начали, издательство Бахти Веданта Бок Траст выпустило книги, и они начали распространяться в СССР и затем в территории России, мы получали огромное количество писем от людей, русских людей, которые благодарили Шилу Брупаду, издательство Бахти Веданта Бок Траст и движение сознания Кришны, за то, что они смогли получить вот такое вот видение, которое значительно прояснило их понимание духовной жизни, религии, духовного развития, культуры, духовной жизни и так далее. Очень многие люди в результате того, что они получили книги Шилу Брупады, это по сей день остается одной из основных наших направлений, вот эта культурно-просветительская работа по распространению книг Шилу Брупады, чтобы они могли быть досягаемы для всех людей, потому что это наиболее полное, универсальное представление духовного развития. Шилу Брупады приводил такой пример наглядный. Он говорил, что в процессе изучения мы можем пользоваться различными словарями. И он говорил, что можно пользоваться маленьким карманным словариком школьным, там 8-10 тысяч слов. И можно пользоваться такими какими-то очень большими энциклопедическими словарями, где там сотни тысяч, миллионы слов зафиксированы. Вот в каком-то смысле Веды представляют собой вот это вот энциклопедическое представление. Там есть все обо всем. И если мы выделим оттуда квинтэссенцию, это было сделано Ачареми, Шилу Брупады, это перевел на английский язык. И еще сейчас издательство ВВТ сейчас в настоящее время переводят на почти 100 языков народов мира эти книги. То есть они стали широким культурным достоянием. То есть это книги, которые могут быть в каждом доме. Сейчас на данный момент во всем мире по желанию Шилу Брупады, его видению, распространено более 600 миллионов книг. Это серьезный вклад в культурное развитие, в духовное просвещение и в изменение лица современного мира. То есть люди читают книги Шилу Брупады на всех континентах, на разных языках. В свое время у нас на 17 языков народов СССР переводились книги. Кроме русский, украинский, литовский, латышский, киргизский, казахский и так далее. Даже на монгольский язык мы у нас переводили люди. Китайский. То есть эти книги могут быть и они реально находятся во многих домах. В каждом доме фактически. Шилу Брупады хотелось, чтобы они были в каждом доме. Важный момент, который хотелось бы отметить еще. То, что этот визит Шилу Брупады 40 лет назад в России и наше нынешнее время очень важен для последователей вайшнавизма. Вайшнауф и интересующихся в более широком смысле этой культурой, философией, какими-то прикладными частями вед. Вот этот визит очень важен для внутреннего осмысления, понимания истоков и приложения того видения и того духа, который Шилу Брупады принес к нашей современной практической реальной жизни. То есть это знание очень практичное. Поэтому сейчас у нас, мы можем видеть в нашем движении в России, это движение как бы в разной ветви есть это движение, которое представляет, как я уже сказал, книги Шилы Брупады. Это культурно-просветительская работа. Есть движение, с которым люди сталкиваются на улицах. Это движение Харина. Харинама. Сегодня у нас, я уверен, Харинама. Вчера была Харинама. То есть это движение, которое людей возвращает к истокам. То есть к тому, что есть универсальные методы, которые могут пробуждать духовное сознание каждого живого существа. Даже не только в человеческой форме жизни. Поэтому это пение Харей Кришна Маха Мантры. Пение Святых Именов. Сегодня у нас жители, по нашим прикидкам, примерно 200 городов в России регулярно слушают эти шествия праздничные, когда люди проходят по улицам городов с целью пробудить сознание свое и других людей, независимо от их какой-то национальности, принадлежности. Это не противопоставление, это помощь. Такая как бы благотворительная работа по помощи людям. Пение имен Бога. Фактически во всех традициях религиозных это заложено. Просто мы это делаем фактически. Вот, так сказать, это дхарма этого века, чтобы людям делали это. И мы побуждаем людей к этому. Также широкое распространение приобретает культурные аспекты, такие как вегетарианство, допустим. И сейчас очень много людей понимают важность того, на чем строить свою жизнь, свое питание, свое поддержание. Не на убийстве, скажем, живут. И наше движение дает широкие возможности людям приобщиться к этому. И практическим, и помочь советами, наставлениями, построить свою жизнь, чтобы вот эти основы жизни соответствовали, по сути дела, идеалу человечества. Когда человек может защищать животных, а не их эксплуатировать и убивать. Это важно особенно для нашего времени, когда каждый день миллионы животных погибают. И люди в том, в результате поедания их плоти, страдают еще от многих болезней. Итак, важные моменты, связанные вот с этим событием. Еще один важный момент, хотел бы остановиться. То, что вот эти 40 лет развития движения в России, можно было выделить несколько этапов. Как бы исторический такой анализ провести. И если первый этап развития движения, к сожалению, многие об этом не знают. Почему я об этом говорю? Многие об этом или не знают точно, или вообще как-то это все расплывчато у них представляется. Итак, движение началось в 1971 году, летом. И первые, скажем, 10 лет оно было совсем как бы в подполье. Я немножко скажу о духе того времени. В то время не было, в лексиконе людей не было термина, религия. И тем более проповедь, тем более там веды или какие-то... То есть все это было в атеистической стране, в СССР, под запретом. И вообще считалось, что это все давно умершие понятия. Атавизм, так сказать, прошлого. И государство даже стояло, занимало жесткую позицию по отношению к любой религии. Все религии преследовались. То есть вообще не было людей, о религии не говорили в СМИ. Вы можете сопоставить с научным временем, где показывают часто что-то такое. Религиозных людей не уважали, преследовали, подозревали. И поэтому любое движение, связанное с возрождением религии, встречалось агрессивно. Поэтому в обществе того времени, скажем, проповедь и распространение духовного знания через первых учеников Шива Павпады в России, а первым учеником был Анатолий Федорович Пеняев. Его духовное имя Ананда Шанти. Как он мне недавно сказал. Не Ананда, а Ананда. То есть он утверждает, что ему пришло письмо от Шива Павпады, где так было написано. И он был первым учеником летом 1971 года, прогуливаясь по нынешней Тверской улице. Раньше она называлась как? До Тверской улицы Горького. Улицы Горького. Горького, да. Улицы Горького. Входя в переход от гостиницы Националь, идет такой подземный переход на охотном ряду. Если вы представляете. И вот на этом пятачке встретились Ананда Шанти, тогда Анатолий Пеняев, и, по-моему, это был Шиамасундар, который шел в поисках продуктов для того, чтобы приготовить просад для Шива Павпады. И Ананда Шанти говорит мне, что было одно мгновение, вот уже Шиамасундар уже нырял в переход, а он как бы вот шел. И он увидел его, и ему показалось, что это очень необычное, что человек в оранжевых таких развивающихся одеждах, в такой вот атеистической атмосфере, так сказать, России того времени, он говорит, мне показалось, что какой-то вот житель с других планет, то есть люди были одинаково одеты, и тут вдруг какое-то очень необычное, так сказать, какое-то оранжевое, так сказать, одеяние, необычный вид. И они как-то привлекли Ананда Шанти, и он окликнул Шиамасундару, Шиамасундар принял его за студента-американца, и они начали говорить. Ананда Шанти знала английский хорошо, он был преподавателем английского языка по образованию, и они разговорились, и Шиамасундар сказал, что тут мой духовный учитель, он здесь, в гостинице, мы можем встретиться. Это был как раз первый день, когда Шиамасундар вышел в город для того, чтобы найти продукты, и на протяжении трех дней, последующих, Ананда Шанти встречался с Шиамасундаром в номере вот этой гостиницы «Националь». И они говорили, Шиамасундар познакомил его с движением «Националья Кришна», с его философией, показал ему, у него была Бхагавабгита, показал ему книги. В результате вот этой первой беседы, это со слов Ананда Шанти, он говорит, возникло две договоренности. Шиамасундар захотел, чтобы Ананда Шанти способствовал тому, чтобы в России было зарегистрировано общество «Националья Кришна». «Националья Кришна» сразу, надо зарегистрировать организацию. Ананда Шанти сказал, невозможно, у нас атеизм, у нас религии нет, просто в самом начале, как бы так сказать, все это будет подавлено. Но тогда они сошлись на том, что надо купить дом и начинать приглашать людей и проповедовать. Второе, он посоветовал, что будут приезжать его ученики. В частности, они хотели создать такой брак, чтобы одна из преданных вышла замуж за Ананда Шанти, и она могла бы приезжать. Так и произошло. В 1972 году Матаджи Мандакини приехала, они заключили брак, и потом она приезжала, передавала ему книги, так сказать, так вот началась проповедь. Вот буквально с одного человека. В 1972 году Ананда Шанти был инициирован Шилы Прабхупадой, и он получил книги Шилы Прабхупадой, и стал активно их подробно изучать. Он был таким очень образованным человеком, интеллигентным, и он очень серьезно проработал, изучил все книги Шилы Прабхупадой. И потом началась проповедь. Это вот 1972, 1973, 1974 год. И тогда дух того времени был такой, что проповедь была неформальной. Все происходило на кухнях, на дачах, в сквериках где-то. То есть не было каких-то, вот в проповеди не было официальных этих параметров, там, залы, храмы. Все было неформально. На улицах, в метро, в лесу, в парках. Ананда Шанти очень активно проповедовал в то время. Он путешествовал и проповедовал. И он воспринял от Шилы Прабхупада очень важный тезис, что надо проповедовать разумным, интеллигентным людям. И он делал это очень интенсивно и как бы с угрозой опасности для жизни. Он путешествовал и везде обращался к разумным, интеллигентным людям, которые хотели узнать о смысле жизни, о цели жизни, о методах духовного развития. И в связи с этим он представлял ведическую культуру и философию. Появились первые последователи. Это вот 1972-1979 год. Много было появилось в различных городах России, появились последователи. Мы для того, чтобы наши члены общины более подробно узнали об этом, сейчас готовим такое издание, в котором вся эта хронология будет подробно изложена. И может быть некоторые даже эпизоды этой хронологии развития движения сознания Кришны в России будут проиллюстрированы фото, видео, интервью различными. Так, чтобы вы могли целостное представление об этом составить. Сегодня у нас как бы первая передача этого цикла осталась фактически три недели до фестиваля с небольшим. И мы бы хотели привлечь внимание членов нашей общины вот к этому очень важному событию, которое прольет свет на историю и, с другой стороны, позволит Вайшнавам и всем интересующимся совершить такое хорошее для себя, принять участие в очень хорошем событии, которое может помочь нам всем осмыслить роль и положение Шилы Прабхупады в нашей жизни, его видение развития, культурного развития, которое исконно как организация несет в жизнь людей, и нашу конкретную жизненную линию развития, практику, которую мы совершаем, участвуя в культурно-просветительской деятельности, благотворительной деятельности, проповеднической деятельности, в своем личном развитии, чтобы мы могли лучше понять, что хотел Шилы Прабхупада и как это соотносится с нашей жизнью, и как мы участвуем в этом. Сейчас я предоставлю слово Мукунда Мурари Прабхупу, чтобы он более подробно об этом самом событии, фестивале рассказал и всем, что связано с ним конкретно вокруг. Если у вас появляются в ходе нашей беседы сегодняшние какие-то вопросы, пожелания, предложения помощи, видимо, это было бы очень важно, вы можете сейчас присылать на портал Ведомедиа, там указаны телефоны, e-mail, возможности для передачи ваших посланий, и мы постараемся в ходе передачи как-то ответить на ваши вопросы и учесть ваши пожелания. Пожалуйста, Мукунда Мурари. Спасибо, Рад Дамодар Прабхуп за такую глубокую презентацию этого события, его целей, его настроений, его ценностей. И мне действительно остается только сказать несколько слов о самом наполнении фестиваля. Как Рад Дамодар Прабхуп сказал уже, фестиваль пройдет с 12 по 19 июня. На протяжении 7 дней мы будем общаться со старшими преднами, с хон, с духовными учителями, с почетными гостями, которые приедут на этот фестиваль для того, чтобы делиться своим опытом, воспоминанием событий, видением каких-то перспектив, которые сегодня могут стоять перед российским искон. Прежде всего, хочется сказать, что основными лицами фестиваля, скажем так, будут три московских GBC по московскому региону. Это его святейшество Гапал Кришна Госвами Махараджи, его святейшество Ниранжана Свами Махараджи, и его святейшество Бхакти Вигиан Госвами Махараджи. Все трое будут присутствовать здесь, на фестивале. Гапал Кришна Госвами Махараджи, возможно, не будет присутствовать на протяжении всего фестиваля, но по крайней мере 3-4 дня он обещал быть, тем более, что особая миссия связана с его приездом сюда, которая, скажем, несколько позже. И также мы пригласили на этот фестиваль Шримана Шримасундару Прабу, ученика Шивы Прабхупады, того самого, который сопровождал его в той знаменательной поездке в Москву в июне 1971 года. Он подготовил этот приезд Шивы Прабхупады сюда. Он был главным спутником Шивы Прабхупады здесь, непосредственно в Москве, и человеком, который сопровождал Шиву Прабхупаду в следующей его поездке в Париж. После Москвы Шивы Прабхупада полетел в Париж, и давал некие важные наставления в связи с его визитом сюда, в Москву, делился опытом. И Шримасундару Прабу будет рассказывать, делиться всеми этими важными, очень важными какими-то эпизодами, нюансами поведения Шивы Прабхупада, наставлений, которые он давал в связи со своим приездом в Москву, и так далее. Шримасундару Прабу будет выступать, говорить в основном в первые два дня фестиваля, потому что первые два дня фестиваля посвящены у нас исключительно приезду Шивы Прабхупады в Москву. То есть два дня мы будем медитировать, погружаться в те события, которые сопутствовали визиту Шивы Прабхупады, предшествовали ему, сопутствовали непосредственно здесь, когда Шивы Прабхупад был в Москве. Также на фестивале мы ожидаем еще почетных гостей, это две ученицы Шивы Прабхупады, Матаджи Мандакини и Матаджи Адити. Матаджи Мандакини – это ученица Шивы Прабхупады, которая как раз-таки стала супругой, так сказать, вступила в этот фиктивный брак с Анаташанти Прабхупады, для того, чтобы помочь ему распространить миссию Шивы Прабхупады, миссию Шичитани Махапрабу здесь, на территории Советского Союза. Она будет подробно рассказывать вот об этих эпизодах, как Шивы Прабхупада попросил ее выполнить это служение, каким образом она выполняла это служение, много, очень много, много важной, интересной, вдохновляющей информации нас ждет в процессе слушания в Матаджи Матаджи. Также другие дни фестиваля со вторника по пятницу они будут посвящены воспоминаниям каким-то, подведению итогов, воспоминаниям последующих лет Исхон уже 80-е, 90-е годы, 2000-е годы. То есть, каждые десятилетка, можно сказать, развития Исхона, это как отдельная веха со своим каким-то настроением, со своим антуражем, со своими событиями, со своими действующими лицами. Мы как-то попытаемся все это воспроизвести максимально приближенно к реальности, к тому духу, к тому настроению, которое царило в те годы в Исхон. Отдельное внимание мы уделим, безусловно, уделим воспоминаниям о миссии Санкиртаны. Этот день, скорее всего, это будет четверг. То есть, программа в четверг будет непосредственно посвящена этой миссии распространения книг Шивы Прабхупады на территории СНГ и бывшего СССР. Программа в пятницу будет связана с проектом строительства нового храма здесь, в Москве, нашего всероссийского проекта. Проекта, который призван дать возможность всем вайшнавам, живущим на территории России, на территории СНГ, выйти на принципиально новый социальный уровень, который позволит всем вайшнавам по-другому себя почувствовать, придаст определенный статус всем преданным. Это проект не только для прихожан Московского общества сознания Кришны, но и для всех преданных во всей стране. Отдельный день, пятница, будет посвящен проекту строительства храма. И также в этот самый день, в пятницу, будет очень важное, очень знаменательное событие также для всего российского ИСХОН. Еще двое возвышенных вайшнавов, наших соотечественников, Шима Чарудешна праву и Шима Начала праву, получат саньяс инициации. Соответственно, от Шивани Раджина Свай Махараджи, и Шивана Капал Кришна Касвай Махараджи. Это будет очень пышный, безусловно, несомненно, знаменательный, вдохновляющий день. И нет никаких сомнений, что все байшнавы, преданные гости, которые будут присутствовать в этот день на фестивале, получат особые благословения и увезут с собой незабываемые впечатления, чувства и эмоции. В субботу мы отметим юбилей наших божеств московских, Шиши Дайл Нитайшачи Соты. Это будет традиционный день, фестиваль Брамотсовы. День, который мы где-то в середине июня ежегодно отмечаем, проводим этот фестиваль. И этот день будет посвящен, в первую очередь, Киртану, Харинам Сан-Киртане, совместному воспеванию святых имен для удовлетворения божеств Шиши Дайл Нитайшачи Соты и всех байшнавов. И воскресенье, это будет день закрытия фестиваля, будет утренняя программа на территории храма Шиши Дайл Нитайшачи Соты на Динамо. И к обеду всех преданных мы приглашаем на территорию ВВЦ на проведение открытого фестиваля Радхаятры. То есть мы будем проводить публичное мероприятие проповедническое как итог всего фестиваля, апогеи всего фестиваля. Мы выйдем на улицы города для того, чтобы воспевать святые имена, проповедовать, раздавать махапрасат, распространять книги. И также вечернее уже время по окончанию вот этой программы фестиваля Радхаятры будет проведен концерт для всех отдыхающих, гостей от этой территории ВВЦ, для всех, кто заинтересуется нашим мероприятием, нашей процессией. Мы проведем концерт, профессиональный концерт на сцене на территории ВВЦ. Вот, собственно говоря, такие у нас события намеченные. О почетных гостях я тоже сказал. Еще, да, может быть, кого еще имело бы смысл упомянуть, это Даянанда Свами, это молодой Саньяси из Англии, ученик Шиларда Натхи Свами. Он также будет присутствовать на фестивале, проведет тоже какую-то часть программы. И Гоби Парандана Прабу, также ученик Шилы Прабхады, который знаменитый ученый из Хоновской, который живет на Гавардхане, преподает санскрит. Настоящий ученый, пандит и возвышенный Вайшнаф. Он будет присутствовать здесь на протяжении трех или четырех дней, в период фестивалей, тоже будет давать какие-то лекции, семинары. Вообще, в целом, можно еще сказать по программе, что программа у нас поделена на два блока, утренняя и вечерняя. Утренняя программа, это стандартная утренняя программа, храмовая. Отличаться она будет только тем, что каждое утро будут очень необычные, очень возвышенные классы по Шримад Бхагаватам, которые будут давать духовные учителя, другие почетные гости, ученики Шилы Прабхады. То есть, это будет хорошая возможность принять участие в очень качественном процессе слушания и воспевания в утренние часы. И вечерняя программа будет начинаться в пять часов. Это будет киртан и два-три часа каких-то воспоминаний, какой-то махат-катхи в связи с этим празднованием фестиваля сорокалетия. В течение дня не будет как таковой какой-то насыщенной программы. Будут какие-то, возможно, будут какие-то локальные, небольшие курсы или семинары, которые мы будем проводить здесь на территории храма. И также это время, если, скажем, вы будете гостем нашего фестиваля, приехавшими из каких-то других городов и регионов, вы можете в течение дня проводить здесь время, помогая в каком-то практическом служении на территории храма, связанном с приготовлением просады, с уборкой, с подготовкой пандала, проведением вечерней программы и так далее. То есть мы призываем всех гостей, которые приедут в этот период сюда, в Москву, на фестиваль, участвовать в практическом служении здесь, на территории храма, потому что фестиваль очень масштабный, и очень много служения нам потребуется выполнить, чтобы удовлетворить всех вайшнавов. Что касается расселения гостей, также это важно сказать, у нас работает департамент по встрече и расселению гостей, всю информацию вы можете получить на сайте Krishna.ru, координаты преданных, с которыми вы можете связаться по телефону или по электронному адресу, которым необходимо будет получить от вас определенные данные, и получив эти данные, они помогут вам найти здесь какое-то жилье в Москве, помогут вам с расселением, чтобы вы удобно, комфортно здесь себя чувствовали на протяжении всего фестиваля. Поэтому, пожалуйста, если вы планируете приехать в эти дни на фестиваль, и у вас нет конкретного какого-то плана, где вы остановитесь, как вы будете обеспечивать свое пребывание здесь, в плане транспорта и так далее, пожалуйста, сообщайте заранее, связывайтесь с этими преданными, они вам помогут. И также, если вы знаете, если у вас есть конкретные планы, где вы поселитесь, где вы остановитесь, каково будет ваше пребывание здесь, пожалуйста, также не поленитесь, свяжитесь с этими преданными, дайте знать о своем визите сюда, в Москву, чтобы мы имели четкую, ясную картину относительно того, сколько гостей мы ждем, сколько гостей нам нужно обслужить здесь, на территории храма и так далее. Я бы хотел добавить еще несколько слов, что действительно фестиваль является, ну, по сути дела, всероссийским фестивалем, по своей значимости, по, ну, скажем, масштабам, и в этом отношении мы приглашаем преданных из других, в первую очередь, близлежащих регионов, Золотое кольцо, Центральный регион, чтобы они могли бы здесь и помогать, и участвовать, и получить благо, потому что такой фестиваль, он, по сути дела, уникальный. Вараджарину, правда, будет главным таким менеджером или отвечающим за организационную часть. Координатор. Координатором, да. К нему можно обращаться по всем вопросам. Он может вас направить в соответствующие какие-то департаменты, отделы, так сказать, оргкомитет фестиваля. Я бы хотел сказать, что, в принципе, мы прилагаем все усилия, чтобы хорошо организовать фестиваль, но нам требуется также еще и помощь, в том числе финансовая помощь. Больше двух миллионов, насколько я понимаю. Два с половиной миллиона бюджет фестиваля. Бюджет, и мы хотим еще получить... Мы еще напрягаемся, но... В процессе его обеспечения находимся. Да, мы еще его не обеспечили. Если у вас есть возможность для прославления Шива-Праупада какие-то вложить средства, это было бы очень таким ценным. И с большой благодарностью мы бы восприняли вашу помощь и поддержку. В том числе, может быть, финансовая помощь, в том числе, может быть, транспортная помощь. Будет много гостей, надо будет перевозить, приятных по Москве, и различные, так сказать, здесь могут быть помощь в этом отношении. В том числе, как было сказано, это размещение на своих каких-то дачах, комнатах или у знакомых, или на каких-то площадях преданных. В том числе, участие в приготовлении просада, закупке бхоги, цветов, участие в каких-то уборочных мероприятиях. То есть, это фестиваль служения будет. Поэтому очень важно, если наши преданные порадуют Шива-Праупаду сотрудничеством в этих процессах совместного проведения фестиваля. Это очень существенно, и мы ждем от вас какой-то отдачи. Приглашайте тех, кто в Москве, так как будет Саду-Санга такая очень хорошая здесь, приглашайте своих знакомых, которые могут так познакомиться с движением. Может быть, здесь можно будет приобрести литературу, какие-то материалы, музыкальные записи, лекции, пообщаться лично, очно, так сказать, с преданными. Вот Макунда Мурави пропускала, что в дневное время здесь у нас оно относительно свободное, но я вот слышал, что планируется здесь семинар по Харинами в этот период, как раз для того, чтобы преданные в других городах могли бы получить вот этот опыт, который в Москве у нас есть. Также встречи с духовными учителями, Даршины могут быть какие-то здесь. Также еще у нас запланирована важная часть нашего фестиваля, это общение ветеранов ИСКОН, общение преданных, которые присоединились в ранние годы. Это называется восстановление семьи Шилы Пропады, или воссоздание, или вновь вступление в общение. На протяжении вот этих сорока лет многие преданные присоединились в движение и получили благо, участвуя в его программах и направлениях. По разным сценариям их судьбы сложились. Многие там до сих пор активно участвуют в движении, многие имеют какие-то другие, может быть, идентификации, акценты в своей жизни. Но мы приглашаем всех, кто был связан с ИСКОН, кто внес вклад. И мы считаем, что это, как бы, так сказать, такое семейное мероприятие, то есть в котором все, кто благожелатели, друзья, участники, желающие присоединиться, могут принимать участие. И мы не будем тут выяснять каких-то спорных вопросов, каких-то идеологических, может быть, разных подходов у преданных. Это часто бывает, они бывают, дискутируют по каким-то темам. Здесь у нас будет дружеское общение и все пожелания, как улучшить ИСКОН, как сделать его более досягаемым до людей. Какие-то идеи ваши, подходы, может быть, помощь, предложение помощи будут восприняты с благодарностью. Потому что это, в сущности, мероприятие, которое подводит итоги. И мы хотели бы, может быть, знать в том числе обратную связь, над чем надо работать, что можно улучшить, как можно видение Шилы Праупады более эффективно претворять в жизнь. Также мы, если среди вас есть, среди наших слушателей, есть фотографы, те, кто имеет видеокамеры, те, кто имеет журналистскую какую-то подготовку, очень важно было бы, ну, здесь у нас будет много работы, мы будем, мы хотим освещать этот фестиваль, потому что это, с одной стороны, это внутреннее событие, это для, так сказать, тех, кто уже в этом участвует, а с другой стороны, это важное событие в жизни России, с нашей точки зрения, может быть, не все это так еще отчетливо осознают, но это с точки зрения духовной какой-то компоненты, это общероссийское событие, в котором мы еще раз возвращаем людей, фокусируемых внимание на личности Шилы Праупады. Как мы знаем, в прошлом веке, в 20-м, в 90-е годы, проводились опросы, допустим, назвать там, 10 самых выдающихся проповедников 20-го века. Социологический опрос во многих странах проводился. Шилу Праупаду включили в эти списки, так сказать, как самого одного из выдающихся современных проповедников, который влияет на судьбу людей во многих странах. Многие проекты видения Шилы Праупада сейчас уже воплощаются в жизнь. Вот тот проект Ведического культурного центра и храма сознания Кришны в Москве, который власти Москвы сейчас поддерживают, и мы находимся на завершающем этапе подготовки документов, это, собственно, желание Шилы Праупады, которое он высказал в самой первой своей встрече. Он сказал, давайте центр сразу организовывать. То есть это очень важный момент. Поэтому мы приглашаем многих людей, и тех, кто, может быть, активно не участвует в нашем движении, но имеют благое расположение к нему, могут чем-то помочь, участвуем, им нравится образ жизни, философия, духовные представления вайшнау. Приглашаем всех. И это будет как бы фестиваль, такой культурный, широкий культурный фестиваль. Как было сказано, здесь будет определенная культурная программа, будут спектакли, будут концерты, будет общение, будет возможность получить какие-то материалы, книги, диски, встретиться с своими друзьями. Мы вас всех приглашаем. Очень важно... Да, и в том числе получить милость в форме Кришна Прасада, милость в форме Саду Санги, милость в форме впечатления от общения с друзьями, знакомыми и вообще с возвышенными гостями, которые будут здесь. Это очень существенно. Мы надеемся, что 12 июня это будет Нирджала Пандава и Кадышинс. Это будет день поста, поэтому будет свободное время, и можно как раз прийти, это время здесь как бы использовать для того, чтобы участвовать в организации фестиваля, здесь встретиться, так сказать, с гостями, почувствовать атмосферу семьи Шилов-Рупа, по сути дела. Как я уже сказал, мы рассчитываем на вашу помощь, так как это наше совместное деяние, которое на благо всех ориентировано. Если кто-то сможет, может быть, каких-то пригласить журналистов, у нас будет здесь работать регистрация, так сказать, по линии отдела общественных связей, мы ждем здесь ученых, журналистов, представителей властей различного уровня, представителей благотворительных организаций, всех наших друзей, доброжелателей. Мы ждем на этот наш такой семейный фестиваль, посвященный Шиле-Рупа-Рупа. Пожалуйста, приходите, приезжайте, информируйте других. Сейчас очень развиты эти социальные сети в интернете. Вы можете информировать многих своих друзей, которые, может быть, не знают конкретно о датах, о сценарии фестиваля. И у вас будет возможность здесь хорошего общения и хорошего, ну, возможно, понять лучше, осознать миссию Шиле-Рупа-Рупа-Рупа, миссию проповеди, миссию культуры, миссию помощи всем людям на Земле. Поэтому будем рады вас всех видеть здесь. Были ли какие-то вопросы в процессе? Да? Можно ответить. Да. Ну, первый вопрос, это спрашивают, куда нести деньги? Да. Деньги это самое простое Лапшми это милость Господа Которую надо Самые разные возможности Отдел сбора пожертвований у нас есть А если и многородние? На какой-то счет перевести? Да, потому что нас смотрят не только москвичи Нас смотрят и из других городов И даже стран У вас есть там счет Московского общества Знания Кришны На который они могли бы Вы можете его как-то там Высветить на сайте Мы можем сделать такое объявление подробное То есть пожертвования можно присылать У нас есть счета В том числе даже и есть валютный счет Чтобы можно было и за рубежа там что-то переводить Мы в ближайшее время это сделаем По поводу счета Можно сдавать в бухгалтерию Можно сдавать В отдел сбора пожертвований Можно сдавать у нас есть много Представителей Отдела сбора пожертвований Которые полномочены собирать пожертвования Но тот же самый организатор В Раджарену он может всегда организовать Этот процесс и приема средств Также вы можете передать пожертвования С теми кто едет на фестиваль Из ваших регионов Городов Ядр Переводить на счета И все возможности мы будем предоставлять Для того чтобы послужить шелепруктов То есть это было бы очень ценно и значимо Обязательно сообщите на портал Ведомедиа, где есть чат Что вы хотите и мы вам поможем это сделать Обязательно Важно отметить, что пожертвования Если вы конкретно на фестиваль хотите пожертвовать То нужно все пожертвования делать с пометкой Фестиваль сорокалетий Так нам легче будет просто ориентироваться В потопах Приходящей помощи А непосредственное служение Если что, кому обращаться? В Раджарену Раджарену правят То есть он уже распределяет Он направит Там будут конкретные люди Которые будут отвечать за служение Но мы ожидаем Наши такие ожидания Что будут Несколько сот По крайней мере предных из других городов Поэтому наши планы вот такие Чтобы попытаться помочь этим людям Которые будут Мы хотели возродить Долгое время То, что у нас нет собственного храма Нет собственных таких площадей Это тормозит нас В отношении размещения Но в этот фестиваль Мы хотели бы Чтобы приехали люди из других городов И мы максимально бы Свои усилия направили на то Чтобы помочь им здесь Разместиться И участвовать в фестивале Объединить усилия Вайшнавов На всероссийском масштабе Здесь будет много гостей В том числе и членов Национального совета Здесь будут Руководящего органа Российского ИСКОН Как я уже сказал Много будет семинаров Встреч Каких-то дружеских Образовательных Познавательных Катхи Киртанов Пожалуйста Будем рады всем Важно сказать Что если вы Заинтересованы Уже сейчас Понять Какую-то Сферу Служения В которую вы хотели бы Войти По приезду в фестиваль Вы можете действительно Обращаться к Враджарену Прабу Координаты Его указаны Там же на сайте Кришна.ру Там отдельная страничка У нас посвящена Непосредственно фестивалю Если вы непосредственно Уже По пребыванию В Москве Приехав на фестиваль Захотите Найти какое-то Служение То у нас Здесь будет Информационный Столик Где вы Сможете Как-то Зарегистрироваться И Уже Оттуда Вас Направят Вам помогут Найти Того С кем вы Непосредственно Уже В практическом Предном Служении Сможете Быть Заняты А пока сейчас Вот в удаленном доступе Находясь Далеко от Москвы Заранее Связывайтесь С Фраджирием Правда Вот здесь Как бы такой вопрос От многих Очень преданных Они спрашивают Если это реально Рассказать О судьбе Все-таки Первого Кришнаита Или как Который получил Инициацию А также Был профессор Котовский Да О нем Какая сейчас Судьба Если можно Что-то о них Рассказать Ну Профессор Котовский Григорий Григорьевич Кстати Внук Вот того Котовского Который В годы Гражданской Войны Сражался На революционных Полях Он Известный Ученый Он Много раз Бывал в Индии И поэтому Усилия Шилпурпады При Приезде Они также Были направлены На то Чтобы Быть в контакте С российскими Учеными Востоковедами Эндологами И В 1976 Году По-моему Гопал Кришна Госвами Тогда еще Гопал Кришна Дас Приехал В Россию И здесь Встречался С эндологами Востоковедами В Петербурге С многими И Подарил книги По-моему Или в общем Дал информацию То есть Люди были Информированы А Сам приезд Шилпурпады Долгое время Помощники Шилпурпады Связывались С Котовским И просили Тогда же Очень трудно Было визу Получить Это было Время Когда Въехать Выехать Было Фактически Очень трудно Просто Даже Сейчас говорят Об этом Вызывают Улыбку Только Но Просто Выехать В сот Страны Вообще Было Трудно Кап Страны Откуда Это вообще Было Какое-то Очень трудных Усилий Требовало И даже И пригласить Кого-то И Шилпурпада Стремился Вел Переписку С профессором Котовским Пытался Так сказать Ну Как-то Чтобы Он Как-то Помогал Вот И Когда Наконец Визу Сделали Туристическую Визу Шилпурпада Приехал Они Также Нанесли Визит В институт Востоковедия Профессору Котовскому Когда Шилпурпада Известил Профессор Котовскому Позвонили Сказали Что Я с вами Переписывался Вот сейчас Я уже здесь Готов встретиться Повергло В определенный Шок Григория Григорьевича Он Испугался Немножко Потому что Ну даже Это дело Ответственное Принять Представителя Международного Духовного Движения В стране Где Атеистическая Идеология Ну Как бы Закреплена Во всех Институтах И Общества И власти Очень сложно То есть он Испугался Вообще Как бы Чего не вышло И поэтому Он назначил Встречу С Шилпурпадой На Такой В академических Институтах Есть неприсутные Дни Когда Никого нет Покрытики В институте И можно Ну как бы Более спокойно Так вот Как бы Незаметно Встретиться И он очень переживал Профессор Котовский Была встреча Они общались Преданные Записали Эту встречу На Магнитофон Хотя Котовский В общем Не был Он Он Опасался Всего В том числе И записи И потом Когда Встретились С профессором Котовским Много лет Спустя Я был На этой Встрече Тоже Он Конечно Был Огорчен Что Мы не Последовали Его совету Но В результате Вся беседа Вошла В книгу Легкие путешествия На Другие планеты Беседа С профессором Котовским Ну Там Она В разные Вошла Была В отдельные Книжеские Вот в эти Она вошла Тоже То есть Профессор Котовский Был Очевидцем Вот этой Встречи С Шивоправпадой И потом Когда мы С ним Встретились На Беговой В 92 Или Третьем Году То есть Это Получается Через 20 лет Спустя И он Откровенно Сказал Ну Я Не Ожидал Вообще Что Движение Сознание Кришны Приобретет Такой Масштаб Это Люди Будут Трясоваться Он Пришел На Беговую И обнаружил Там Как Улей Там Много Людей Приходит Все Развивается Активно Книги Распространяются Люди В кафе Приходят Большой Интерес Он подумал Да я Удивлен Действительно Это Было Мнение Ученого Несколько Лет Назад Он оставил Тело Уже И мы Прощались С ним Профессор Котовский Написал Несколько Позитивных Отзывов Движения Сознания Кришны В России И мы Они вошли В книгу Кришнаиты В России Правда И вымысел Иваненко Сергея Игоревича Туда Вошли Он Просто Позитивно Оценил Нашу Организацию И он Убедился На это На собственном Примере И Он встречался Нулевой Вариант И через 20 лет И он Увидел Действительно Что это Движение Имеет Перспективу Он Имеет Духовную Основу И Потенцию Развития Оказался В роли Вот Того Кто Мог Увидеть Истоки И мог Увидеть Через 20 лет Сейчас Прошло 40 лет Допустим Мы Можем Еще Более Четко Увидеть Наши Какие-то Успехи Может быть Еще У меня Одна Просьба К нашим Слушателям И Зрителям Если Вы В своих Ядрах Знаете Какие-то Какие-то Яркие Страницы Нашего Движения Ваших В регионах Слышали Видели Как-то Запечатлели И можете Об этом Нам Сообщить Было бы У меня К вам Просьба Такая Запишите Это Передайте Нам Сюда Потому Что Мы Хотим Ну В общем То Своего рода Такой Альманах Издать Как бы Связанный С тем Как Развивается Движение Санания Кришны В России Какие люди Какой-то Вклад Внесли Что-то Замечательное Сделали Для своего Города Там Край Области Может быть Какие-то Работы Какие-то Там Спектакли Картины Книги Какие-то Может быть Важные Сделали Курсы Или Что-то Ценное Или благотворительная Какая-то Деятельность Проводится Которую Оценивают Люди Мы были бы Рады Воспринять Это И Включить Это В летопись Движения В России И как раз Уместно было бы На фестивале Об этом Услышать Может быть Передать нам Такого рода Это могут быть Фотографии Видеофильмы Ролики Могут быть Аудиозаписи Могут быть Воспоминания Могут быть Интервью Могут быть Какие-то Статьи Это вошло бы В наш архив Кстати говоря Вот сейчас Создан архив Искон В России И мы могли бы Это все Сохранить Для потомков Для будущих Поколений Вайшнав Обнаруживается Много людей Вот интересный момент Прошло 40 лет С приезда Шилправпада Которые вдруг Себя осознают Что они были Там На Красной площади Где-то Или где-то там Рядом И видели Шилправпаду Прогуливающегося Там Если у вас Есть такого рода Воспоминания Такие люди есть Тоже мы с благодарностью Воспримем И включим Ваши Какие-то Материалы В В истории Нашего движения Если что-то такое Есть Мы это все Будем учитывать Что касается Ананда Шанти Прабо Я лично Присоединился На движение В результате проповеди Ананда Шанти Прабо Поэтому я Чувствую Лично К нему Безмерную Такую благодарность Так сказать Что Он сделал Очень много Судьбы Людей Могут складываться По-разному То есть Вот кто-то Вот так получилось Что У него был Сложный путь Очень Духовного Развития Сложный Потому что Первые Люди Всегда На них Тяжесть Вот этого Бремя Очень Большое Падает Потому что Бремя Ответственности Бремя Ошибок Бремя Испытаний Каких-то В том числе Бремя Репрессий На него Первым Упало То есть Он Почти Что Почти Пять Или шесть Лет Провел Псих Больницы Куда Заточили Его Власть Так Сказать И Там Серьезные Даже Так От религии Лечили Так Накачать Лекарств Чтобы Он Вообще Как Овощ Был Не Мог Не шевельнуться Не подумать У него Все Заторможенное Было Даже И там Анташ Анти Проповедовал В результате Его проповеди Появились Прекрасные Проповедники Такие Как Акинчина Приябанху Ашутош Который Активно Участвовал В проповеди На ранних Этапах Движения Еще Несколько Человек То есть Его Судьба Сложилась Не просто То есть Вот Он Начал Это Движение В результате Его проповеди Люди Узнали По всей Стране Он Ездил С С проповедью Прибалтику Казахстан Белоруссию Сибирь Урал Среднюю Азию Самые Разные Города Бывшего СССР То есть Он Исколесил Очень Практически По всей Стране Он Встречался С очень Многими Известными Людьми Проповедовал Актерами Он Распространил Очень Много Книг Вот В культурной Среде Актерам Музыкантам В частности Стас Намин Один из Первых Позавчера Буквально Антыш Мне рассказал Как он Познакомился Со Стасом Намином Когда Шилаправпада Беседовал С профессором Котовским Он сказал Дорогой Профессор Вот Вы говорите Религия Вера Душа Что происходит С человеком Это все Вопросы Веры Он говорит А давайте Изучайте Это научным Образом Что происходит С душой После смерти Реально Изучайте Это наука Это в сущности Наука Ее конечно Трудно там Мерить С помощью Грубых Материалистических Приборов Но это наука Ее надо изучать Веда Это наука Это не просто Вера Какую-то группу Людей Или народа Это наука О духовном Бытие И сознании И поэтому Он сказал это Почему бы вам Не создать Какой-то университет Где вы изучали В этом научном образе Через несколько лет Ананта Шанти Вошел в группу Это было Научное общество Имени Попова Создателя радио Где изучались Различные эффекты Связанные с Тонко такой Материальной деятельностью В том числе Допустим Влияние Экстрасенсорных способностей И развития в человеке Влияние На живые существа Растения Каких-то Звуковых вибраций Различных Было выявлено Допустим Что растения Наши Они при одних Вибрациях Очень благоприятно Растут Как вот это Наверное Растение А другие Вянут Допустим Рок музыка Какая-то тяжелая Эти вибрации Просто Подавляют И растения Даже чахнут И вот Ананда Шанти Там Вошел В это Общество И Общаясь Там Такая Экстрасенсорная Братья Группировалась И там Он Создал Группу Научного Исследования Влияния Маха Мантры На человека В течение Года Он вел Там Группу Где Последователи Проходили Через следующий Эксперимент Они повторяли Ежедневно 16 кругов Маха Мантры В качестве Эксперимента И также Они еще В начале Круг Панчататва Маха Мантры Повторяли В конце А некоторые И между Кругами Следовали Четырем Регулирующим Принципам Отказались От убийства Животных И поедания Их Трупов Усключили Интоксикации Своей жизни Регулировали Свою Половую Жизнь И Не участвовали В каких-то Азартных Деяниях И Спекуляциях Различных И У них Мерили Пульс Давление И Экстрасенсорные Способности Как они Развивались И вот Дыхание Сколько Они как Дышат Какое Давление Через год Возникли Последователи И эта группа Продолжалась И вот эта группа Она была Одной из первых Из которой Вышли Потом Первые преды Намахата А вот эта Намахата Своего рода То есть В рамках Вот этого Образования Научного Возникла Вот своего рода Намахата Такая И Все люди Убедились В благоприятном Духовном Влиянии Маха-мантры На человека Этот эксперимент Так и назывался Исследование Неспецифической Звуковой Вибрации Маха-мантры На развитие Сознания Человека Экстрасенсорных Способностей Вот Потом Когда его Вот эти Ученики Появились Уже Намахата Они Также Стали Проповедовать И Они Также Уже Путешествовали По России И Были Во многих Городах Ананто-шанти И там Были Такие Предные Как Барадвач Вишвамитра Экота Вриндаун Прабу Кстати говоря Мы Хотели бы Тоже Обратиться Если В ваших Городах Есть Такие Старые Предные Ветераны И вы Хотели бы Их Послать На Фестиваль То Было бы Хорошо Если Вы Смогли Помочь Нам Обеспечить Проезд На Фестиваль Здесь Пребывание И Информирование Об этом Если Такого Рода Есть У вас Мне Несколько Проезд Таких Поступало Таких Людей Как Вриндаун Прабу Из Курджинова Есть На Урале Преданные Которые Уже В пожилом Почтенном Возрасте Они Могли бы Побывать На Таком Фестивале Для них Было бы Очень Ценно И Благоприятно И Для Молодых Предных Общаясь С Далее Аналташанти Когда Пробоведь Перешла В Организованную Форму Это Стали Книги На Выставках Появляться Книжных Ярмарках Выставках Это 77 79 Годы Допустим Я Лично Тоже Мне Повезло Воле Судье Каким-то Мои Пути Так Так Сложили Что Я Был На Выставке Книжной Ярмарки На ВДНХ Тогда Я Еще Не Встречался С Предными И Я Там Подошел Книгам Услышал Махамантру И Получил Шарик Просады То есть Вот так Вот это Работает Духовный Механизм Что Человек Получил Милость И Потом Через Какое-то Время Встретился С Предным Через Пару Лет Допустим Ананты Шанти Начиная С 80 81 Года Был Активно Преследуем Со С С С Наших Карательных Органов КГБ В частности То есть Его Как Лидера Движения Тогда На него Было Большое Давление Его Запугивали Там Арестовывали Задерживали И Так Случилось Что Ну Вот Он Очень Большие Претерпел Страдания То есть Потом Постарались Его В психбольницу Поместить Потому что Это Был Один Из Способов Ну Как бы Так Сказать Расправа Над теми Кто Не Чьем мышление И сознание Не укладывалось В парадигму Построения Социализма И коммунизма В нашей стране Если кто-то Выпадал Они говорят Ну это сумасшедшие Их надо лечить И вот так Лечили И залечивали Многих Вот так Но Анан Дэшанти Честь ему И хвала Вот он Прошел Вот этот период Репрессии И Так сказать Страданий Он Много лет Провел в психбольнице После этого Он вышел Ну в общем Это было И на его здоровье Конечно Складывалось Сказывалось Он Общался С преданными И Побывал В Индии И Ну мы Старались Чтобы он Так сказать Ну Так вот Активно Участвовал В движении Давали ему Возможности Такого рода Ну Судьбы Людей Складываются По-разному Сейчас Вот Я с ним Общался Несколько Дней назад И Мы надеемся Он дал согласие В принципе Участвовать В фестивале И мы надеемся Что это Сможет быть У него Непростые Сейчас Бытовые Условия У него Пожилая Мама Ей 87 лет И она Требует Ухода Он Большую часть Время Он занимается Реабилитацией Наркоманов Это Так же Так сказать У него Создана Своя Оригинальная Методика И он Как бы Так сказать От этого Зла Как бы Спасает Людей Консультируя И это Как бы Его деятельность Основная Профессиональная Он этим Занимается У него Есть Его пациенты По всей России В том числе Финляндии Швеции Европейских Стран Ведет Переписку К нему Люди Приезжают Он делится Вот этим Процессом Как бы Не складывалась Его нынешняя Жизнь Я Еще раз Своё мнение Выражу И мы Как Участники Движения Должны быть Ему Чрезвычайно Благодарны Потому что Люди В какой-то Момент Очень важное Служение Выполнили Для Развития Расширения Миссии Шива Прабхал То есть Вот это Как бы Независимо От последующего Как бы Возможности И какого-то Жизненного Складывания Жизненных Ситуаций Очень Важный Период Он Очень важный Вклад В этот Период Он внес То есть Он фактически Ну Тяжесть Вот этого Периода На себе Во многом Так сказать Испытал И Мы должны Быть ему Благодарны Независимо От Каких-то Вот Будущих Что Происходило Далее Сейчас Он Периодически Общается С пряным Он Уже Как бы Ну Можно сказать Пожилой Человек 62 Года Ему Бывает Ну Я вот Вижу По крайней Мере На Джанмаштаре Он бывает У нас Так сказать Мы Встречаемся У меня С ним Дружеские Отношения Он У меня К нему Чувство Благодарности Есть И Как-то У нас Есть Какое-то Взаимопонимание Он С удовольствием Встречается С преднами Тех лет Вот В частности Когда Вуру Приезжают Саньясь Он встречается Всегда Приходит Сгопал Кришну Махаражам В частности Вот Они 30 лет Знакомы И Более 30 лет Но Мы Хотели бы Опыт Ананта Шанти Прабу Чтобы Он Был Запечатлен Для Потомков И Очень Важно Было Было Хотели бы Взять С ним Может быть Видео Интервью И Так Чтобы Его Как историческая Личность По сути Запечатлеть Его В истории То есть Не так Много Есть И снимков И Каких-то Записей Вот Это Было Очень Важно Сделать Пока Он Присутствует Я так Понимаю Что У него План Он Хочет Уехать За рубеж Туда Где-то В Южную Европу И Возможно Он будет Менее Доступен Поэтому Мы бы Хотели Чтобы Его Участие В фестивале Чтобы Для Всех Поколений Шилы Пропады Очень Важным Для Нас Он Был Практически Единственным Свидетелем Который Донес До Последующих Поколений Вот То есть Ананта Шанти Мы Находимся В состоянии Глубокой Благодарности Этой Личности Который Внес Вклад В Историю Развития Движения И Сделал Очень Важное Служение И Как Мы Благодарны Отцам Дедам Прадедам В таком Анташанти Который Очень Много Сделал Я Помню Что Его проповедь В те годы Это Была Очень Мощная Проповедь Он Был Очень Мощный Проповедник И Что Очень Важно Проповедовал Самым Разумным Людям Общества Это Тезис Шил Пропад Был Что Надо До Интеллигенции Лидеров Лидеров В сфере Культуры Науки Он Может Не массовая Проповедь Была Проповедь Точечная Но Очень Целенаправленная На людей Науки Культуры Очень Многие Люди В их Душе Остался Свет Проповеди Анташанти Многие Люди Купили У него Книги Он Лично Проповерил Своим Примером Менял Жизни Людей Очень Важный Момент Поэтому Ну Вот Нынешним Состоянием Мы Оценим Его Как Того Активного Участника Движения На Первой Стадии И Очень Благодарны Ему За Вклад Который Он Внес Вопрос Макума Муралькова Спрашивает Что В 90 Годах Очень Сильно Был Дух Этой Проповеди Активно Все Проповедовали Был Такой Энтузиазм И вот Старые Предные Сейчас Пишут Они Считают Что Сейчас Несколько Вот Этот Дух Немножко Так Утрачен Что Сейчас Предные Немножко Так Успокоились Стали Жить Размеренно Вот И Хотелось Узнать Что Сейчас В наше Время Предпринимается Что Вот Эта Проповедь Стала Опять Более Такая Мощная Активная Или Как То По Другому Стали Подходить К Проповеди В стадии Некого Переходного Периода Развития Движения Потому Что Возможно Не мне Давать Оценку Как Тех Событий Которые Были В 90 Происходили В 90 Годы Тем Более Что Я В сущности В них И не Участвовал Я Присоединился В движении Уже На На Стыки 90 И 2000 Начале 2000 Годов Вот Но Тот Всплеск И Бум Энтузиазма И Проповеди Который В 90 Годы Присутствовал Он Как-то Вот В целом Соответствовал Самому Духу Времени То есть Пал Железный Занавес Люди Почувствовали Свободу Люди Почувствовали Вкус Ко всему Новому Возможность Обрести Это Новое Соприкоснуться С чем-то Новым Экзотическим Люди Были Очень Открыты И Имея Вот Состояние Этой Открытости Они Очень Тонко Реагировали На ту Милость На ту Милость Которую Шилы Пропаду Принес Через Своих Последователей Учеников Которые Стали Приезжать Сюда В Россию То есть Люди Были Очень Быстро Обретали Вот Это Чувство Спасенности Некой И Благодаря Этому Был Вот Этот Бум Вот Этот Взрыв Сознания Кришны Именно Развитие Миссии Сознания Кришны В первую очередь Санкиртаны А Уже Вот Этой Прошедшая Десятилетка Двухтысячные Годы Она В целом Прошла Уже Под Каким-то В целом Общество Оно Живет Уже Под Какими-то Другими Заголовками Дух Времени Немножечко Сменился Люди Стали Более Сытыми Более Более Закрытыми Более Как бы Закрепощенными Что ли Закомплексованными И Сейчас Гораздо Сложнее Уже До Людей Достучаться Сложнее Им открыто Проповедовать И Соответственно То Что Они Сложнее Труднее Это Воспринимают То есть Это Это Накладывает Отпечаток И на Энтузиазм Преданных Которые Непосредственно Занимаются Проповедью То есть Сейчас Санкертанщик Который Выходит На улицы Города Для того Что Такого Как Москва Например Города Очень Быстрого Очень Такого Очень Персонального Где Все Куда Несутся Где Все Очень Раздражены Если Они Если Кто-то Отвлекает Вот От Какой-то Привычной Понятной Для них Программы Которую Они Сами Для Себя Как-то Вот Имеют Очень Тяжелый Город И Санкертанщик Скажем Выходящий Сегодня На улице Города С попыткой Предложить Кому-то Книги Он Затрачивает Гораздо Больше Внутренних Моральных Сил Для того Чтобы Заставить Себя Выполнить Это Служение Для того Чтобы Преодолеть Какие-то Внутренние Барьеры Чтобы Обратиться К людям Чтобы Заговорить С людьми Чтобы Быть Готовым Ждать От Людей Совершенно Любую Непредсказуемую Реакцию Порой Очень Агрессивную Или Если Даже Не Агрессивную То Как Минимум Имперсональную Порой Вот Имперсонализм И Безразличие Которое Мы На Сегодняшний День Чувствуем От Людей Натыкаемся На Этот Имперсонализм Они Страшнее Даже Чем Агрессия Навряд Ли мы можем Предположить Что В 90-е годы Преданных Не встречали Агрессивно Но Сегодня Сегодня На нас В целом Общество Люди На улице Реагируют Очень Имперсонально И Это Конечно Накладывает Отпечаток На Само Состояние Преданных То есть Достаточно Сложнее На сегодняшний День Сложнее Вдохновлять Преданных Делать Те же Самые Вещи То есть На те же Самые Простые Действия Которые Преданные В 90-е Совершали С гораздо Больше Как бы То есть Больше Было Возможности Это Легче Было Делать Вот И Перспектива Хочется Сказать Безусловно О перспективе Не то Что мы Просто С этим Миримся Да Что Вот Вот Такие Времена И мы Принимаем Просто Это То есть Какие Меры Мы Сегодня Можем Принять Для того Чтобы реализовать Эту ситуацию Слово Снова Вернуть Ее Вот В то Состояние В ту Активную Фазу Которую Мы Наблюдали В России В 90-е В 70-е В 60-е В период Присутствия Шилы Проупада Здесь На этой Планете Когда ИСКОН На Западе В Америке В Европе Очень активно Очень бурно Развивался В 80-е Годы Мы Наблюдали Упадок Фактически Мирового ИСКОНа После Ухода Шилы Проупада Потом Снова Был Всплеск В 90-е Здесь Непосредственно В России Сегодня Мы Опять Наблюдаем Некое Затище То есть Все Развитие ИСКОН Мы можем Наблюдать Оно Имеет Определенную Цикличность И Сегодня В сущности Для того Чтобы Вернуть Вот Тот Дух То Состояние Наше Вайшнавское Сообщество Оно Должно Выйти На Качественном Новый Уровень Понимания Философского И даже Не столько Философского Сколько Идеологического Социального На новый уровень Социальной Жизни То есть Преданные Должны Серьез Задуматься О построении Вайшнавского Сообщества Вайшнавской Цивилизации Того Что Шилы Парупад Называл Дайви Варнашем То есть Мы не можем Ожидать Что Вот этот Тот поток Милости Вдохновения Который Исходил От Шилы Парупад В 70-е Годы В западном Мире В 90-е Годы В России На территории Стран Бывшего СССР Что он Вечно Будет Проливаться Вот таким Же Нескончаемым Бурным Потоком То есть Наступили Времена Когда Мы Должны Сами Принять Ответственность За жизнь Этого Сообщества Здесь Должны Построить Эту Цивилизацию Позаботиться О всех Вайшнавах Позаботиться О самих Себе В первую Очередь Правильным Образом Обрести Правильную Правильную Платформу Фундамент В сознании Кришны Проникнуть В этот Социум Разносторонним Образом Социум В котором Мы живем То есть Проникнуть Туда В качестве Специалистов В различных Областях Проникнуть Туда В качестве Зрелых Людей Которые Способны Показать Пример Людям Современного Общества Как можно Жить Правильным Образом Безусловно В первую Очередь Это ставит Перед нами Задачу Построения Сильного Греха Стхашрама Укрепление Традиции Греха Стхашрама Вот Если все Эти вещи Мы сегодня Реализуем Немножечко Может быть Где-то Обратившись Внутрь Себя То есть Внутрь Своего Собственного Общества Поскольку Сил Активно И широко Проповедовать На данный Момент У нас все Равно Нет Как Вы правильно Отметили Обратившись Внутрь Самих Себя В свои Семьи В свои Общины Приложив Усилия Чтобы развить Вот эту Сферу Я думаю Что пройдет Какое-то Время И мы Снова Вернем Вот То Состояние Когда мы Снова Почувствуем Уверенность В своих Силах Мы Вернем Вот То Состояние Вдохновения Энтузиазма Искон Вот В сущности С того Момента С того Самого Момента Может быть Он и начнет По-настоящему Развиваться Это Развитие Оно Уже Будет Логичным Оно Уже Будет Тем Развитием Которое Мы Сами Заслужили Которое Вот Мы Как Вот Это Поколение 20-30 лет Вот Этого Периода Развития Искон В России По-настоящему Заслужило И Тогда Мы Сможем Вот Это Будущее Уже Предложить И нашим Детям Которые Смогут Естественным Образом Стать Вайшнавами Вайшнавских Семьях И продолжить Уже Непосредственно Эту Преемственность 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 Этих Традиции Такое Понимание Я добавлю Несколько слов Шила Прабхупада Использовал Такой Слоган Чистота Это Сила Практичность Это Принцип Книги Это Основа Проповедь Это Сущность То есть В принципе Это Для нашего Движения Остается Тем Же Самым Это Проблема Скажем Ну Внешней Точке Зрения Уменьшение Проповеднической Активности Она Может Так Вот Осмысливаться Когда В Исконе Было 500-600 Человек Шила Прабхупада Собрал Предных И сказал Все Надо Перестать Увеличивать Количество И надо Выйти На высокий Качественный Уровень Когда Было Он сказал Людей Уже Достаточно Было 500-700 Человек Он сказал Людей Уже Достаточно И Теперь Надо Чтобы Они Стали Первоклассными Предами То есть Вот этот Процесс Да То есть Этот Процесс Не надо Думать Что Духовный Процесс Это Легкий Процесс Это Означает Преображение Человека Это Серьезная Духовная Работа Чем Больше Людей Присоединяется Тем Более Он Медленнее Идет Потому Что Этот Процесс Он Не Является Таким Конвейерным Так Сказать Это Не Поверхностный Процесс А Это Должно Вглубь Войти А Чтобы Изменились Ценности Требуется Голод Требуется Время Требуется Усилие Я Не Совсем Разделяю Пессимизм При оценке Хотя Это Мы Наблюдаем Но Скажем Если В 80-е 90-е Годы Костяк Нашего Движения В России Составляли Люди Живущие В храмах У них Не было Других Занятий Они Могли Полностью Заниматься Проповедью 90% Или 100% Времени И Греха с хашем Как таковое Отсутствовал То Сейчас Социальный Состав Движения Такой Что 95% Это Греха с хи Или Более 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 Это Значительно Более Ну там 97% Даже 8% Какая-то Малая Часть Это Саньяси И Брамачари Так Вот Эти Саньяси Брамачари Активно Проповедуют И сейчас Но И гораздо Меньше Это Один Момент Надо Учитывать И То Что Саньяси Количество Растет Это Очень Важно Потому Что Это Люди Которые Будут Бремя Проповеди На себя Как Основную Миссию Брать Все Больше И Больше Это Один Важный Момент С другой Стороны Встает Вопрос Действительно То Что Скалом Макунда Мурали Пробов О том Как Грехас Хашем Может Активно Помогать И Участвовать Ну Вот Выясняется Допустим Что Если бы Грехас Активно Участвовали В организации Проповеди Выживание Для них Еще Проблема Этап Выживания Не Проблем Они Не Могут Себя Обеспечить Это Слабый Грехас Хашем Люди Не Отвесно Относятся К Этой Вещи Поэтому Слабый Грехас Слабо Участвует В проповеди Слабенько Хиленько Разбавли Но И Вот Сейчас У нас Идет Поиск Усилий Нахождение Новых Форм Включение Грехас Проповедническую Работу Один из них Это Активное Включение Прихожан Грехас Бхакти Врикши Допустим Это Активное Вовлечение Людей В Начальном Этапе Развития В Собственное Изменение И проповедь То есть Сразу Науки Проповедь Даются Всем людям Это Тоже Хороший В этом Смысле Перспективная Форма Вовлечения Людей Это Хорошо Что Если Люди Активно Включаются В проповедь Надо Понимать Что И сейчас Проповедь Стоит В фокусе Но Она Изменилась Изменились Возможно Сейчас проповедь В большей степени Не стихийная Организованная То есть У нас Проводится Много То что При стихийном Уровне У нас Были Единичные Люди Единичным Людям Проповедовали Часто Сейчас У нас Организованная Проповедь Это Собираются Большие Залы Организованным Образом Допустим Какие-то Наши проповедники 900 тысяч Человек Собирают Залы В городах Это Стало Нормально Мы этого Не замечаем Но это Так Книги Распространяются Также Мы прилагаем Большие усилия И распространение Книг Но Сейчас Много Таких Форм Проповеди Возникло Которых Раньше Не было Технологии Технологии Вот интернет Технологии Это Как раз Та сфера Где можно Не выходя Из дома Очень активно Проповедовать Важно Чтобы дух Этот был И вот Сейчас у нас Стоит задача Подготовки Интернет проповедника Которые Вот Как Матерджи Пранешвари Допустим Активный человек Она Просто Вбрасывает В это Пространство Огромное Количество Информации Связанной С проповедью Сознания Кришны Просто Человек Сидит Нажимает Кнопки И все Идет 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 Это Очень ценно Шилопроповеда Обязательно Воспользуется Боя Такой Возможностью Но Часто До нас Это доходит На медленных Оборотах Надо Это понять Что вот Это Быстрая Сфера Проповеди И активная И люди Больше времени Там проводят Поэтому Проповедь Меняется И качественно И количественно И формы Меняются Нельзя сказать Что мы Утратили Дух проповеди Но Хотели его улучшать Но улучшать Надо Вот В том числе За счет Вот этого Потенциала Грехас Это очень Важное направление Воспитывать Грех Наш идеал Грехас Раньше Я считал Что Грехас Это вообще Человек В мае Ушел И все И он В колодец Пропал Провалился И все Идеал Грехас Таков Шилоправпада Был Грехас Надо Помнить Что В колодце Это уже Грехомет Это Грехомет Но Так как Философию Ничего Хорошо Понимают Это все Отождествлялось Шилоправпада Был Грехас Когда он Присоединился Он Обеспечивал Семью И он Участвовал Активно В проповеди Вот Если Наши Грехас Будут Также Активно Участвовать В проповеди Поддерживая Организовывая Проповедь Они находятся В обществе Они работают Поддерживая Храмы Поддерживая Центры Поддерживая Миссии То Будет Гораздо Больше Интенсивные Проповеды То есть Во многом Как бы Задача Современного Этапа Как бы Сохранения Проповеднической Направленности Она Лежит На том Чтобы Подключить К этому Грехас Харшем Найти Форму Совершую Нельзя Сказать Что Грехас Не проповедуют Но Проповедуют Далеко Не все Далеко Не так Интенсивно Многие И Другой Момент Который Я хотел бы Отметить Шила Проповеда Учредил Международное Общество Для Осознания Кришны Так оно Переводилось В изначальном Варианте Общество Вначале У нас были Группы Людей В группах Всегда легче Все управлять И концентрироваться Это мобильные Как бы Структуры Сейчас у нас Действительно Стадии Когда это Обществом Становится Когда Огромная Масса Людей Уже Значительная Масса Людей Это Тысячи Людей В Москве 800 тысяч Человек На воскресную Программу Да Это тысячи Людей И Это означает Что Это Менее Мобильная Система Но Допустим По крайней мере Мы видим Что В период Марафонов Активно Масса Включается В грехас В том числе В распространение Допустим Если бы Каждые грехас Московской Общины Я Крамольную мысль Скажу Не криминальную Крамольную 300 рублей Потратил В месяц На развитие Миссии Шилы Правопады То 5-6 книг Распространились бы В результате Этой жертвы Брамачари Могли бы Эти книги Донести До людей Понимаете Вот есть Я вам Приду Конкретный Пример Есть такая У нас Республика Башкар-Достан Там Промят Региональный Секретарь И там нет Брамачарьев Вообще Не было Вот когда он Начал Там не было Брамачарьев Вообще Но Ятра Выполняла Миссию Таким образом Каждый Грехас 100 рублей В месяц Жертвовал На развитие На распространение К них Эти Лакшми Аккумулировались В определенный фонд И Можно было Распространители Которые имелись Там Они могли Гораздо более Легким способом Распространить Эти книги И они регулярно Как бы У них Распространение Шло Значит Довольно Активно То есть Если грехасхи Оторвутся От диванов Кресел И так далее И Станут больше Жертвовать Проповедь Очень сильно Усилится И станут Сами Активно Я могу Сказать Что Среди Грехасхи Много Активных Проповедников Много Но Еще Значительная Масса Не включена Никак Вот это Как бы Является Фактором Той Шетре На которой Надо Работать А в целом Проповеднический Дух Не утрачен Мы это Видим По Нашим Лидерам По Саньяси Духовным Учителям Новым Саньяси Они активно Проповедуют Они не Сидят На месте Вопрос В том Чтобы Основная Часть Общества Которые Старают Грехасхи Более Активно Включилась В организацию И Участие В Проповеднической Вот Допустим Сейчас Проводится Активная Программа Войны Выходного Дня То есть Можно Выходить На Санкт-Кертан В выходные Дни И Наши Проповедники Санкт-Кертанщики Готовы Этим Людям В ряде Городов Эта Программа Успешно Идет Если У вас Пять дней В неделю Зарят То Два Дня Или Один День Вы Можете Жертвовать И Тогда Вы Много Делаете Я знаю Ряд Примеров Как Марафон Многие Преданные Грехасхи Брали Отпуск И Проводили Его В марафон То есть Это Пример Самоотверженного Служения Когда Люди Жертву Ягни Определенную Проводят И Они Жертвуют На развитие Миссий Такие Преданные Есть Поэтому Дух Проповеди Не Утрачен Просто Иногда Кажется Что Когда Масса Большая Это Все Выглядит Немножко По-другому Понятно Что Нам Хотелось Чтобы Все Участвовали В проповеди Но Скажем В системе Бахти Брикша Это Принцип Заложен Что Каждый Может Проповедовать На Своем Уровне Скажем Распространять Допустим Газеты Распространять Небольшие Книги Жертвовать Участвовать В фестивалях Информировать Людей В интернете Проповедовать Если это будет Если все члены В октябре Будут проповедовать Это будет Большой успех Пока Мы этого Не видим На 100% Пока Еще На самом деле Поле Большое Поле Большое Естественно Мне кажется Это надо Как я заметила Просто убрать Из своего сердца Вот этот Дух Скептицизма И просто Начинать Делать Как вы знаете Сказал Вишну Тату Пока Мы будем Разбираться Кто и в чем Виноват И кто что Сделал не так Мы можем Сами потерять Своё служение Мне кажется В этом тоже Бывают проблемы Я вижу Что у нас Есть Вполне Надежда На то Что этот Дух Не утрачен И не будет Утрачен У нас есть Как бы Такие Центры Кристаллизации Как бы Активные Проповедники Которые горят И их жизнь Как вот Светоч Как пламя Пока это есть Дух Не утратится А инертная Часть общества Вот Её Раскачивание Её Как бы И вдохновление И активизация В этом Наш резерв И Я думаю Перспектива У нас есть Здесь вот Есть вопрос По поводу Развития Харинам Вообще В России Но я может Одно слово Скажу Дело в том Что у нас На Ведомедиа Каждый Кришнадас Кавирадж Дает Свои Семинары Он не просто Рассказывает Как там Петь на Харинамах Он дает Очень глубокий Семинар О том Как вообще Это организовывать Я слушаю Эти семинары Я вообще удивился Так сложно На самом деле То есть Вообще Рассказывает Как вдохновлять Людей Как о них Заботиться Может быть Вот стоит Туда Пойти Посмотреть Эти эфир Уже Четыре эфира Было Может быть Вы что-то Скажете Да Я еще Добавлю Потому что Я хотел сказать Собственно Две Миссии Как бы Общества Это Широко Проповедовать И Заботиться О тех Людях Которые Возникнут В результате Пробований На первом этапе Мы были Сконцентрированы На первой Миссии Мы Разбрасывали Зерна А когда Пришли Люди Вторая Задача Она тоже Требует Большой Работы Она не менее Важна Позаботиться О тех Кто Пришел Вот Забота О преданных И вот Сейчас Мы как бы В этом Балансе Пытаемся Развиваться То есть Мы с одной Стороны Пытаемся Проповедовать Достаточно Широко Но Мы Ясно Понимаем Что если Мы не Позаботимся О тех Людях Которые Присоединятся Эффективность Проповеди Будет Страдать То есть Это только Часть Создать Условия Для того Чтобы Преданные Могли В течение Всей Жизни Развиваться В сознании Кришны Это Большая Задача Она Не быстро Решается Но Над этим Мы сейчас И работаем Потому что Это требует Массовых Усилий Много Квалифицированных Предных Которые Принимают Отвестность За других Людей Вот это Важный Очень Момент Поэтому Мы сейчас И проповедуем И пытаемся Позаботиться Обо всех Кто пришел Это Всегда Это Не сдерживающий Фактор Это Другая Часть Задач Которую Надо Решать Потому что Ну вот Допустим Я могу Спросить Тех Людей Которые Сдают Вопрос Вот этот Вопрос Об утрате Духа Пробудет Скажите Уважаемый Сколько Людей Которые Проповедовали Тогда Сохранились В нынешней Москве И вы Скажете Мало Потому что Вот Забота Об этих Предных Является Сейчас одним Из приоритетов Важнейшим Поэтому Мы хотим Не просто Проповедовать Не просто Разбрасывать Не просто Разбрасывать Семена Но Но Чтобы эти Семена Дошли до Выросли Взрослые Растения Дали плоды И так далее Вот мы Хотим Этот весь Процесс Довести И Это Ну как бы Не менее Важная задача Чем Проповедовать Шилапрубада Говорил Если Хотя бы Один Человек Качественно Вырастет В чистого Предного Я буду считать Свою задачу Выполнить Поэтому Проповедь Это не только Первый этап А Проповедь Это так же Ну Доведение Проповедь На протяжении Жизни Чтобы человек Стал чистым Предным И предным Проповедовать Гораздо Сложнее А вот Пишут Необходимо Создание Среды В которой Предные Могли бы Жить Как предные Это очень Важная задача Это вопрос Построения Дайвы Варнашем И то что Он сказал Шилы Парупада Он сказал Половину миссии Я сделал Половина Остается за вами Шилы Парупада Дал нам Книги Он дал нам Храмы Он дал нам Связь с парампорой Он дал нам Философию Сообщество Построение Сообщества Которое Будет Все это Хранить И передавать Эту традицию Из поколения В поколение Это уже Наша работа Вторая часть Миссии Шилы Парупада Которую Как раз Которую Он нам Специально оставил Она гораздо более Инерционная Вот эта часть Потому что Там нужно Уклад жизни Людей Сформировать Эта качественная Зрелость Должна быть Гораздо больше Множества людей Чтобы вот это Общество Организовалось Вот допустим Мы сейчас Хотим строить Культурный центр И храм И мы не думаем Что это Ограничится только Возведением стен Нет Это малая часть Хотя она Очень трудоемкая Но это малая часть Гораздо больше Объем работы Должен провестись В сообщество Людей Которые Сотрудничают Доверяют Друг другу И имеют Единые ценности И готовы Поддерживать Друг другу Вот это Сообщество Вот это Гораздо более Качественно Сложная задача С душами Она должна Одновременно Происходить И поэтому Мы хотим Чтобы это Не был просто В поле Храм Какой-то Мы хотим Чтобы был Поселок Вокруг И сейчас Мы прикладываем Усилие Чтобы сформировать Среду Вокруг Которая Могла бы Удовлетворять Потребности Вот этих Предных Которые Там будут Служить Жить Развиваться На всех Этапах Жизненного Цикла То есть Варнашем Это Задача Не на Год Два Пять Семь Десять А это На Тридцать Пятьдесят Сто Вот такие Параметры Развития Процесса То есть Это Процесс Во время Там Поколения Должны Взаимодействовать Не отдельные Люди Поколение Людей Поколение Это Десятки Лет Понимаете Поэтому Вот у нас Допустим Сейчас Есть Такая Одна Из Проблем Почему Предные Не удерживаются В узком Может У тебя Просто Не готовы Есть Различные Поколения Предных И Между Этим Поколениями Связь Не Очень Как Такая Ну Предные Одного Поколения Не понимают Предных Другого Поколения Нет Как Шива Крупада Говорил Что Птицы Одного Крыла Держатся Вместе Он Имел Ввиду Что Это Так же Обуславливает Людей Что Допустим Многие Предные Которые На этапе Подпольном Проповедовали Они Потом Не нашли Себя В процессе Организованной Проповедой Не смогли Перестроиться Им Как-то Это Непривычно Они Скажем На Подпольных Квартирах Было Хорошо А вот В храмах Они Нашли Своё Кое-то Место Возможности Социально Вписались Вот этот Весь Комплекс Задач Это То О чем Говорит Макунда Мурари Это Дави Варнашима Это Считается Этап Уже Завершающий Построение Области То есть Начинается С проповеди На улицах Окончается Дави Варнашима Создание Среди Где Предные Всю жизнь Могут Жить Развиваться И на протяжении Поколение И вот Сейчас Мы Выдвинулись На Этап Как раз Построения И мы Собственно Сталкиваемся С этими Проблемами Что пока У нас Нет Совместного Бытия Совместных Ценностей Совместного Социального Обеспеченности Мы Очень Развознены Это Ослабляет Общество Это Одна Из актуальных Задач Сейчас Она Может быть Невидимая Но Она Будничная Прозаичная Кажется Но Эти Процессы Если они Не происходят Проповедь Повисает В воздухе Если мы Скажем Не подкрепляем Ее тем Обществом Куда люди Могут Прийти И увидеть Вот допустим Было бы прекрасно Если бы В городе Москве Возник район Или Скажем Несколько домов Где живут Преданные Они сумеют Заселить И Своим Примером И образом Жизни Показывают Что такое Ведическая Культура И Преимущество Наглядно У нас Нет этого Пока Привести И показать Вот пожалуйста У нас Мы на стадии Когда это Должно возникать Но у нас Кое-где Кое-где Уже это Начинает И проявляется Но это Трудно И вот Чем больше Мы выйдем На уровень Когда у нас Будет много Таких Так сказать Успешных Скажем Объединений Предных Которые Преобразуют В духовную Жизнь Так сказать Всех Кто туда входит Тем Ближе Мы К Достижению Цели Варнаши Это вот Сейчас Мы на этом Этапе Поэтому Мы засучив Рукава Должны Этим процессом Активно Уделять ему Внимание В том числе Поэтому Кажется Что Мы Немножко В проповеди Менее активны Но Вы Поймите Баланс Баланс Должен Бать Между Проповедью И Заботой Если Мы Проповедуем И Приходит Много Людей Мы Не Заботимся Это Подрывает В конечном Итоге Доверие К обществу Поэтому Должен быть Баланс Те Кому Проповедуем И Те О Ком Мы Заботимся Должно Быть Сбалансировано Пока Этого Пока Вот И Забота Идет Медленным Темпом Проповедь Идет Но Не таким Слабым Как я бы Сказал То есть Людей Приходит Много Каждое Воскресенье К нам Приходит 30-40 Человек Много Каждое Воскресенье Приходит Надо О них Позаботиться Это Очень Сложно Нелегко Понимаете У нас Нет Вот Такого Количества Лидеров И Это Не Так Организовано Чтобы Вот Об Этих Даже Позаботиться А Если Будут Приходить Тысячи Что Мы Будем Делать Поэтому Надо И Правую Левую Руки Развивать Чтобы У нас Не Было Однорукой Тело Социального Нашего То есть Понятие Проповеди Понятие Заботы Это Два Рельсы На Которых Мы Должны Развиваться Поэтому Раньше Тысячами Я Помню Приходила Некогда Не Закрутится И Уходили Тысячами Там Не Успевали Сейчас Приходит Тридцать Мы Хотели Чтобы Двадцать Пять Осталось Вот Это Был Качественный На Всех Лекциях И Патита Павловна И Ачал Пробот Сколько Виоленции Слушала Они Сейчас Делают Акцент На То Чтобы Надо Не Просто Человека Пригласить В храм А Нужно Чтобы Еще Там Его Встретили И О нем Там Позаботились То Есть Уже Сами Переданы Это Понимают Много Отцов Семейств Которые Будут Заботиться О Своих Семейках Маленьких Тридцать Десять Двадцать Тридцать Человек Таких Людей Которые За Других Ответственность Принимают И Когда Это Мы Достигнем Мы Живем Во Внешне Агрессивной Среде Другие Ценности Другие Стандарты Другие Желания Все Другое И Мы Там Другие Школы Другие Институты Где Там Забивают Людям Голову Абсолютно Вещами Которые Ну Скажем Противоречат Ценностям Это Сложная Ситуация Поэтому Нам Создается Система Образования Система Совместного Проживания Система Взращивания Лидеров Вот Сейчас У нас Прекрасный Проект Юрлова Проходит Где По сути Дело Взращиваются Лидеры Будущего Общества Это Очень важно Там Трудно Это Идет Но Идет И Мы Видим Что Те Кто Проходят Качественное Развитие Они Становятся Очень Вдохновляющими Для Других Многих Предных В Обществе По сути Дело Очень Важный Момент Который Нам Шила Прабхупада Завещал Сделать Почему Сейчас Искон Сохраняется Потому Что Шила Прабхупада Создал Прияду Преданных Слой Духовных Учителей Искон Самья Сигуру Опытных Старших Предных Которые Приняли Ответственность И Вот Если Мы Сейчас Переломный Этап Когда Следующее Поколение Ученики Уже Вот Этих Учеников И Ученики Следующих Учеников Если У нас Возникнет Такая Плеяда Людей Которые Приняли Ответственность За Миссию Тогда Оно Продолжится Активно Это Сложно Вот Вы Можете Сказать Во Время Шила Прабхупада Было Столько Учеников Потом Возникло Вот Столько То есть Принимающих Ответственность Очень Немного Потому Что Это Тяжело Вот Это Настоящая Аскеза Принять Ответственность За Других И Если Мы Такого Рода Будем Воспитывать Людей Личности Тогда У нас Есть Надежда Действительно Что Мы Будем Воплощать Виденную Шилу Это Вот Реальность Мы Сейчас Наши усилия Напрают На то Чтобы Создать Плеяду Будущих Лидеров Если Она Будет Возникнет И Бахтеврикши Это Пытаются Делать И Наставнические Группы Пытаются Делать И Ашем Вьюглова Пытаются Делать Если Успех Когда Эти люди Появятся И Они Будут Зрелыми Серьезными Уборененными Превными Тогда Это Будут Те Кто Смогут Дальнейшее Развитие Обеспечить Сейчас Такие Возможности Вообще Возможности Сейчас Больше Раньше Был Один Лидер В Ятре Все Как бы Подчинялись Все Вдохновлялись Им И Вдруг Что-то Он Сделал Не Так Все Зачаровались И Ушли Сейчас Только Возможности Можно Смотреть Разные Эфиры Можно Видеоролики И Конкретно Даже Вопросы Сейчас Требуется Множество Лидеров И Другой Момент Нужно Научиться Мудрость Обрести Чтобы Эти Лидеры Сотрудничали Друг Сотрудничество Между Лидерами Это Еще Другой Очень Важный Фактор Чем Больше Лидеров Тем Более Трудно Это Другая Задача Которая Количественный Рост Сдерживает Чем Больше Лидеров Тем Более Сложно Их Векторы Все Соединить Это Очень Важно Но Надежда Есть Можно Вас Попросить У нас Сегодня Еще Две Программы Может Вы Презентуете Для Наших Зрителей Чтобы Они Не Расходились Чтобы Они Дальше С Нами Оставались У У Нас В Алтарный Будет Психолог Детский Как Раз Бреха Старшего А В Пандале Будет Презентация Презентация Нового Проекта Да То Есть Про Новый Проект Я Частично Сказал Но Я Сейчас Дополню Что Это Мне Это Желание Швабра Падамфе И Гуру Джабиси Видя Это Желание Они Страстно Желают Чтобы Этот Центр Был Построен Культурный Духовный Центр В Москве Это Плод Должен Быть Очень Многих Усилий Многих Людей Это Не Миссия Гуслая Махараджи И так Далее Это Средство Храм Будущее Это Средство Для Преображения Людей Это Инструмент Очень Мощный Очень Сильный Шилар Разнат Махарадж Когда Был Он Сказал Что Построение Храмов Это Мощнейшее Средство Создания Варнашем Возникают Храмы Это Должно Быть Не Просто Стены Должно Быть Сообщество Сотрудничающих Людей Которые Духовные Цели Поставили В центр Своей Жизни И Активно Развивают Миссии Если Это Происходит Пример Чаупати Допустим Для Нас Гармоничный Пример Есть Храм Есть Прекрасная Община Есть Сотрудничество И Нет Особых Проблем Идет Рост Постоянный Но Нужно Было Очень Много Усилий Приложить Чтобы Этот Процесс Запустился Особенно Инерционный Он Со Стороны Общины Как Более Инерционная Часть Чтобы Грехарские Очень Тесно Сотрудничали И Обеспечивали Брамачарии Которые Могли Бы Очень Активно Проповеровать А Брамачарии Активно Работали Чтобы Помогать Дерехаст Если Вот Это Сотрудничество Будет Развито Очень Будет Мощный Всплеск Поэтому Презентация Вот Этого Ведического Культурного Центра И Храма Она Волнует Очень Много Приятных Потому Что Это Один Из Таких Фокусных Моментов Нашей Деятельности Пожалуйста Приходите Будет Высок Хорошо Да Основной То есть Там Будет Такой Отчетный Отчетная Программа По Проделанной Работе Отчет Также По Перспективам Какие Ближайшие Месяцы Ближайший Может быть Год Будут Происходить События Да В связи С Реализацией Этого Проекта Гослава Махарадж Даст Небольшую Лекцию И Преданный Первый Вица Проекта Которые Непосредственно Над ним Работают Ежедневно Трудятся Они Тоже Будут Говорить Какие-то Вещи Отчитываться По своим Сферам И так Далее Что касается Общей Программы Сегодня Это Будет По Времени В 4 Часа Начинается Программа Да В 4 Часа Начинается Эта Программа Это Основная Тема Нашей Воскресной Программы Сегодня Что касается Программы В 3 Часа До этого В алтарной Комнате Я к сожалению Забыл имя Виктор Волок Виктор Волок Да Это Специалист В области Детской Психологии Он специально Приехал Сюда В Москву Для того Чтобы Поработать С руководителями Нашей Детской Программы Здесь На Храме Динамо Которая У нас Проходит Каждое Воскресенье И по Всем Большим Праздникам И фестивалям Поработать С руководителями Этой Программы И с Педагогами На протяжении Уже Почти недели Он находится Здесь В Москве Они проводят Какие-то Занятия Семинары И сегодня Он проводит Открытую Программу Для всех Желающих Здесь Вот с 3 до 4 Как раз Перед общей Программой В Пандале Он проведет Программу Для тех Кому Небезразлична Судьба И детей Дети Это наше будущее Это Будущие Бармачари Саньяси Проповестники Они вот сейчас Рождаются У нас в общении В год Примерно 50 детей Рождаются У нас Быстро растущий Контингент Поэтому Очень важно Сейчас Самых первых Одна из форм Привлечения Новых предных То есть предных Можно привезти с улицы А можно дать им Как бы Из семей Да Это процесс Гораздо менее Такой Как бы С точки зрения Сроков И вложения Усилий Гораздо менее Эффективный Потому что Легче 10 человек С улицы Привезти Чем родить Одного И дать ему Сознание Кришны Вот Но с точки зрения Эффективности Это То есть Со временем Станет понятно Что этот процесс Проповеди В сознании Кришны Проповеди Детям И заботы О детях Он гораздо Более эффективный Как сказал Однажды Шила Инградимна Свами Махарадж Он сказал Что дети В третьем Четвертом Поколении Вайшнавов Они будут Людей в сознании Кришны Просто через улыбку Приводить То есть Благодаря Тому Что Люди Растут В традиции Получают Определенную Любовь Эмоциональную Моральную Духовную От своих родителей Которые Представляют Из себя Зрелых Вайшнавов Они Сами Становятся Очень Могущественными Уполномоченными Личностями Вайшнавами Способными Очень Большие Большие Дела Совершать Миссии Сознания Пришли Поэтому Приглашаем В первую очередь Родителей Детей Будущих Родителей Чтобы они Могли Понять Лучше Как В тонкостях Понять Науку О том Как Детей Воспитывать Потому что Совсем Не очевидно Что все Дети Предных Будут Предными Есть Такая Гипотеза Что Нужно Приложить Очень Много Усилий Чтобы Они Стали Предными И создать Атмосферу Это все Сложные Вещи Но Нелегкие Вещи Особенно Когда У нас Быт Не устроен Там Нужно Много Решать Задач Бытовых Но Это Будет Теми Ростками Варнаши Если Будут В семье Их Будет Много Достаточно Они Станут Преобладать С течением Времени Когда Внутренний Процесс Проповеди Проповедовать Надо В первую Очередь Своим Близким Родителям Детям Родственникам В смысле Это Ближнее Окружение И Наша Эффективность Проповеди Проявляется На этом Срезе Если Реальная Проповедь Это Там Это Труднее Делать Потому что Нет пророков Саоматических Как говорится Но Если Мы сумеем Делать Это На внутреннем Уровне Брамачарии У них Невских Семей Они Проповедуют Вовне Нет проблем Но Грехас Это Их Ответственность Создавать Среду Такую Чтобы Их Соседи Родственники Знакомые Дети Родители Старшие Родственники Другие Становились бы Друзья Становились бы Преданными Вот Это Ближнее Окружение Преобразовало Это Целиком Ответственность Нашей Грехас Поэтому Приглашаем Вас На Эту Программу Да Буквально Через 30 минут Собирайтесь Все Оставайтесь На связи В течение Всего дня И задавайте Побольше Вопросов Кто не Может Сегодня Приехать В храм То есть Есть Возможность На Детской Психологической Программе Презентации Присутствовать И на Презентации Нового Бактиль Гианом Госвами Пожалуйста Приглашаем Вас Спасибо Вам большое Братский Нодар Программу Докунда Муравей Что Вы Были на нашем Эфире Очень интересно Было Надеюсь Вы еще Придете К нам Я надеюсь Что мы Еще до Фестиваля Может быть Проведем Несколько Эфиров По этой Теме Сейчас Мы Предприняли Несколько Таких Шагов Направлений Того Чтобы настроить Предных На фестиваль У нас Еженедельная Рассылка идет Со вспоминаниями Предных О тех Годах Проповедей Вот Первый Уже Разослали Мы Будем Раз в неделю Такие Рассылки Делать Сегодня Мы Дали Информацию О фестивале О важности Вот этой Даты И ее Осмысление Для преданных И Применение В практической Жизни Текущей И мы Надеемся Что по Мере Приближения Начала Фестиваля Мы Еще Несколько Раз Встретимся И сможем Вам Наладить Тесное Взаимодействие Для Успешного Проведения Фестиваля Пожалуйста Дайте Возможность Эфир Прослушать В записи Своим Родственникам Знакомым Друзьям Чтобы они Так же Настроились На фестиваль И приняли В нем Активную Часть Спасибо Харь Харь Кришна